Макс, вот, наконец-то купил машинку, которую тебе идеально нравится. Примерно пользуюсь за 15 дней. До этого у тебя была машинка Bebelis FX 880E. На экране я укажу. Расскажи примерно плюсы и минусы этой машинки именно Валь. Большой плюс в том, что она беспроводная, противоударный корпус. По эргономике, что ты сказал? Идеальные эти все места для пальцев. Выимки, да? Выимки, да. Потому что вывелись из закругленной были. Качественная плоскость, как всегда, у Валя. Из плюсов, что еще? Ножи. Нож просто сказочный. Здесь появились маленькие, то есть, на ноже, которые ходят по внутреннему ножу. Между зубцами появились еще зубцы. Да, между зубцами и еще зубцы. И это, как бы, добавило в машинке ровное срезание. Именно ровное-ровное срезание. Я понял. Смотри, машинка позиционируется в том, что машинка идет в бою окантовочно и для работы. Но эта машинка, если честно, взята, он должен идти не для окантовки, а для работы. И когда человек приходит с густыми волосами, ему не трудновато работать. Я скажу, что она делает окантовку идеально. И в то же время, например... Густые волосы он может сделать, снимая? Да. Вот, к примеру, взять вот эту модель SuperLine. Да. Ну, на экране его. Вообще неудобно делать диагонтовку, она не делает, например, на G-Clip. Я тебя понял. Высота среза составляет 0,8 и 2,5. У Бебелиса был примерно такие же, только 3 мм. В машинке регулируется ножевой блок в 5 положений. Даже вы можете на коробке при покупке посмотреть. 1,1,1,8, 2,5, 3 и 3,5 мм. Кто хочет ниже, покупать триммер. Триммеры делают еще хорошие. А что ты решил перейти на Бебелис от Бебелисов? Ты Бебелисов пользовался где-то 2 года примерно или 1,5 раз. Беспроводная. А, беспроводная? Тебе надоело провод, как я понял, да? Ну, это очень удобно. У тебя примерно, например, плюс-минус, ничего не говорю, 10-20 человек в день. За сколько ты заряжаешь машинку? Хватает тебе? Ну, да. Бывает 1 раз в день, бывает 2 раза. Больше 2 раз ни разу не ряжешь. Да, кто не знает, например, машинка работает 9 на 100 минут, заряжается 120 минут. Так же и работает... Комбинированно. А ты работал комбинированно? Не разу. Не разу? Да, у машинки 5500 частот в строк. У Бебелиса был 9000 частот в строк. А у тебя ощущения какие-то есть? Разницы нет. Я скажу, даже интересно, эта машинка работает. Ну, там был 9000 частот в строк. Она просто шумит. А здесь роторный двигатель? Что-что? Здесь роторный, а там постоянно новоток. Ну, да. Там какой-то шарнирный двигатель. Чтобы добавить машинку-то именно в этом. В эту? Да. Ничего. Вообще ничего? Ничего. Все идеально? Все, да. Отлично. По насадке. Ты всегда мне говорил, хочу какие-то новые насадки. Да, кстати. Насадки здесь премиум класса. Да. Вальпро. То есть, имеют четверти для того, чтобы делать фейды. Кто знает, тот помел. Я тебя понял. Сколько оценок дальше из пяти? Шесть. Шесть? Хорошо, я тебя понял. Спасибо тебе большое. Не за что. Самый лучший шейлер умели. Тебе историю рассказали, что ты про него говорил, а? Я помню, что я про него говорил. Кстати, хочешь? Я считал, что дороже, лучше. Даже в ценах грустных. А ты комментарии читал в Ютубе, что там говорят? Нет. Некоторые говорят, что это правильно, а некоторые говорят, ну что, охренел, да? Сравнивает хер с пальцем, говорю. Да не скажи. Слышишь? Его обслуживать вообще копейки. Куда ты делал андитерскую? Я его там оставил, на столеварах, там, ребята, им работают. Кстати, сеточку, сеточку надо. Отдельную сеточку надо. Я ее обожал.